Жительница Самары Екатерина Маслова приехала в школу, чтобы забрать дочь второклассницу после уроков. Рассказывает, покупая ребенку одежду, всегда думает о безопасности, поэтому выбирает вещи со светоотражающими элементами. Благодаря этому сегодня мама с дочкой оказались участниками акции сотрудников ГИВДД. Дочке вручили яркий световозвращающий браслет. Да, конечно, мы выбирали комбинезон специально с светоотражающими элементами, чтобы ребенку видно было в темный период времени. Такие акции сотрудники ГИВДД в Самаре возле школ проводят регулярно. Цель не только напомнить детям и их родителям о правилах поведения на дороге, но и поощрить тех, кто думает о безопасности и носит световозвращающие элементы, а значит, более заметен на дороге в темное время. Когда дети выходят из школы, проверяют у них наличие световозвращающих элементов. Если световозвращающий элемент у ребенка на верхней одежде в наличии, то мы дарим ребенку подарок. Если световозвращающего элемента нет, то дарим световозвращающий элемент. Любая акция, любое мероприятие по безопасности дорожного движения очень важна. У нас целый курс внеурочной деятельности с 1 по 9 классы. Это есть. И дети узнают на кружках внеурочной деятельности об этом. Минутки безопасности проводим, участвуем в акциях. В сентябре была акция «Спасибо, водитель». Светоотражающие элементы изготавливаем своими руками. Во всех акциях участвуем, детям очень нравится. По словам сотрудников ЕБДД, особенно важно использовать световозвращающие элементы осенью и зимой, когда темнеет уже в 4-5 часов вечера. В это время многие дети гуляют или возвращаются из кружков и секций. Если на одежде пешехода есть световозвращающий элемент, водитель видит его на расстоянии 200-300 метров, тогда как в обычной одежде не ближе, чем в 50 метрах. А значит, может не успеть вовремя затормозить. Елена Чернявская, Николай Сидоров. События.